Привет! Сегодня мы будем с вами сажать вот такой вот красивый цветочек, называется Гехера. Сразу вас предупреждаю, когда будете искать информацию об этом цветке в интернете, слово пишется слитно, без пробелов, в избежании вашего шока, при поиске информации. Это многолетний цветок, очень красивый для тех, кто любит герань, вообще потрясающий цветок для тени любивых садов. Он не требует много света, ухода не требует, но есть свои сложности, конечно, в выращивании именно семян. И семян многие смотрим. Я его взяла две недели назад, но в холодильнике он начал очень быстро прорастать, поэтому смысл держать в холодильнике дальше нет. Этот цветок его нужно садить в землю. Иначе он потратит все силы, именно из вот этих корешков своих, для того, чтобы развивались листочки. А само растение впоследствии пропадет. Теперь осмотрим наш корень на предмет гнили и сухих корней. Обстригаем. Все, что видим, сухое, ненужное, потому что растение, это не нужно растению, оно будет болеть, если мы оставим какие-то сухие корешки. Будет все подгнивать. Длинные корни тоже лучше обрезать. Нарастут новые, не боимся. Все, осмотрели. И взятая за правила нами обработка фунгицидов. Любой посадочный материал. Оставляем на 30 минут. Прошло у нас 30 минут. И мы с вами садим. Присыпаем землей, чтобы закрыть все корни. Вообще обещают, что потрясающее растение такое. Листочки у него уходят под зиму красивые. Не убидают до конца. Переносит хорошо первые заморозки. Растение прекрасно сочетается в прокариях. И поливаем, не забываем, нашим любимым растворчиком, светоспорином. Вкусняшку такую даем нашему растению. Ждем теперь, чтобы закончили у нас заморозки наши все. И высаживаем в открытый грунт. Если растение посажено именно от корневища, то оно прекрасно зимует. Если же вы посадите его из семян, то, конечно, в ближайшие 2 года нужно будет его хорошенечко прикрывать на зиму. Ну и гарантировано, что оно вообще поднимется и не вымерзнет. Ну, никто не может этого гарантировать. Всем пока. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы.